Здравствуйте, я доброе, я свободный художник, как это в народе говорится, занимаюсь достаточно давно анимацией, производством игр, но основной профиль это все-таки арт и анимация для флешера, но в последнее время это не только для флешера, потому что она меняется, и, собственно говоря, платформы тоже меняются. Я достаточно много стараюсь на конференциях, на программе выступаю, что основное направление это, конечно, все, что связано с артом для игр, анимация, графика, стилистика и так далее. Можно больше раскрыть. Почему 2D-эффекты? В принципе, как бы, Дима доклада виноват, а мы в этом докладе уже однодушками предыдущим рассказывали, я думаю, не многие из вас там были, поэтому нужно это повторить и рассказать. Очень большинство компьютерных игр, и казуальных, и хардкорных, и разных раннеров, направлений часто используют визуальные эффекты. Не только ижисть кинематографа тоже очень сильно использует визуальные эффекты для создания эмоционального настроя, то есть вау удивить, показать что-то, выделить, окрасить и избавить от сухости, которая очень часто в нашей жизни видна. Вот, для примера, у нас два сумоиста. Верхняя фаза, здесь у нас сумоисты друг друга бьют, но мы в жизни не видим какого-то бух-плюх, который у нас, скажем, происходит. Мы ударили кого-то, нет этих вспышек, бум-бах, но зато вот в кинематографах, комиксы, очень часто они окрашивают игру специальными выделяя, подчеркивая этот момент, то есть бах, удар, энергию передали как-то дополнительно. В данном случае, вот, в нижней части, мы таким сплэшем небольшим, то есть окрасили всего ударом, мы привлекли внимание зрителя, что вот завтра он здесь. Для чего это делается? Для того, чтобы, к примеру, если это пазлова какая-то и так далее, у нас происходит какое-то совпадение бонусов, мы его должны как-то обозначить, выделить, показать, что вот ваша змейка, которую вы собрали, или вот они три, или там сколько-то алиментов, вот они раз, там визуально разломались, там разлетелись. Человек понимает уже, ну, что он научен, потому что Игорь Дно у нас под должными метями, он уже научен, что да, вот что-то собралось, бонус какой-то, он привлекся, концентрировался в этом месте. Основная задача рефектов, это же, как говорили так, вызвать бурную эмоцию, то есть визуальную, и вторая, это уже обозначить, и усилить эффект того, что произошло. Почему два двухмерных эффекта? В принципе, можно рассказывать о трехмерных эффектах и так далее, по сути, всё у нас получается двухмерным эффектом, потому что все плоскости у нас отражаются в двухмерную картинку. И, в принципе, что такое трехмерный эффект? Это тот же самый двухмерный эффект, только в трехмерном пространстве, а так это те же самые плоскости. Кинематографически, к примеру, взрыв снимается на плёнку, убирается фон, то есть на фоне зелёным или на каком-то, и просто накладывается уже на это. Нет трехмерного эффекта. Если так рассматривать более детально, то это системы партиклов какие-то, ну, рендерить в двухмерке партия будет достаточно сложно, потому что для каждой частицы нужно просчитывать физику и всё остальное и так далее. А в трехмерке, так это ещё добавляется ещё одна составляющая. Это очень дорого и сложно, поэтому лучше сделать в 2D, схитрить как-то, подмазать, подкрасить. Задача основная любого художника, аниматора — обмануть вашу бдительность, ваше зрение. То есть сделать так, чтобы вы увидели то, что вы должны увидеть, а не то, что вы поняли. По сути, как бы, вот здесь какие-то различные эффекты. Вот мы видим, да? Что вы видите? Молнию. На самом деле это просто линия нарисована, да? Но мы всё-таки воображаем и показируем, что это молния. Здесь у нас лазер, здесь у нас вот сундук открылся, вот такие вот, как бы, вот, молнию получили и так далее. Здесь у нас кислота и так далее. Всё это эффекты, которые позволяют нам в игре показать яркость её, привлечь внимание и так далее. Но, в принципе, как и любая анимация, визуальные эффекты — это одно из направлений анимации. И очень часто вот в своей практике, когда я работаю с заказчиками, есть большая путаница. Почему-то люди считают, что если человек рисует, то он умеет всё рисовать. И фоны, и персонажи, и любую графику нарисует. Вот скажи художнику тебе, ну нарисуй мне портрет, феерично, пафосно и так далее. Это неправильно. У художников есть особое направление. Очень хорошо у одного получается анимация. Ну он не умеет совершенно рисовать. Но великолепно анимирует персонажи. или перекладкой, как вот Валерия говорила, или кейбайфрейм и так далее. То есть разными способами. У другого лучше получаются какие-то визуальные части там анимации. Третье очень хорошо там фонные анимации. Потому что есть отдельное направление — это анимация бэкграунда. То есть всё такое. Вот. Как же тогда, скажем, при производстве игры найти оптимально какую-то, то есть найти художника, который бы смог всё это сделать? Здесь нужно понимать то, что мы хотим получить. То есть у нас есть какая-то игра, мы проектируем. Мы вот, к примеру, ну чан у нас, к примеру. Здесь у нас есть два элемента, которые визуально считаем спецэффектами. Это пламя и бульбы в этом самом чане. То есть мы должны определить для игры какие-то чёткие вещи, которые нам нужны. То есть у нас есть чан, у нас будет пламя, у нас есть бульба. Нам их нужно сделать. Мы должны найти художника, который это сможет нарисовать. Дальше уже всё происходит по принципу выбора. Как определить, правильно этот художник нарисует или неправильно он нарисует. Будет смотреться этот эффект в игре? Или он будет просто, понимаете, в анимации есть такая вещь, если где-то неправильно сделать, глаз будет ловить эту вещь очень быстро. То есть эти рывки, эти угловатости, неровности. Вот художник как анимирует? Он заанимировал сцену и проиграл. То есть он постоянно проигрывает в процессе анимации свою сцену. И он смотрит, единственное, что важно, это чтобы не было где-то зацепки глаза. Вот если где-то вот нога, знаете как, а не веришь, раз, дёрнулась там, всё, ты заметил же, всё, эта сцена считает мёртвая, пока не загладишь этот рыбочек. Точно так же и здесь. Основной принцип нужно понять. Нужно сделать эффект, который бы продавал глаз, ну и никаких дополнительных там, плохих эмоций не вызывал. Плюс это должно быть сделано быстро. Конечно, если вы похож на любого художника, сделаете взрыв такой вот, к примеру, и каждый сможет сразу, потому что здесь нужно чувствовать лень. Но можно это всё, в принципе, сделать, зная какие-то определённые базовые вещи. У всех вот этих эффектов, ну, практически всех, кроме вот этого, к примеру, и этого, ну, это тоже подходит в этих глазах, есть основной принцип. Что такое эффект? К примеру, происходит пространственный взрыв. Вы все видели огонь, пламя? Вы её вот смотрели долго, наблюдали, вы видели, как бы, какая-то последовательная структура, там, формулой можно описать этот процесс или нет? Или взрыв? Можно описать формулой? Нет, формулой сложно, потому что там много очень, это, там, гармоники такие страшные получаются и так далее. Но есть определённые понятия. То есть у нас есть, как бы, смотрите, в пламени есть основной, появляется большой листок, как бы у нас страх. Потом он начинает медленно подниматься вверх, и потом, ну, охлаждается вот эта плазма, и она исчезает. То есть она, во-первых, прозрачность у неё появляется дополнительная, и меняется, скажем это, размер. Это основной принцип вообще всех спецэффектов. То есть в данном случае у нас сначала большой лист, и он перерастает в маленький. Ну, поэтому чуть-чуть дальше расскажу. Это, по сути, база всех эффектов, которые используются в практике, в анимации и так далее. Теперь немножко расскажу о платформе. Почему, ну, в чём лучше всего делать? Я в своей практике использую флэш. То есть в один момент я как-то попробовал, ну, больше я другие программы не нашёл, аналогичные, которые могут дать художнику-аниматору такой набор, то есть даже тот минимальный набор инструментов, которые есть в флэше, такие огромные возможности, чтобы сделать нам всю эту анимацию. В данном примере, скажем так, у нас несколько наборов идёт спецэффектов. Первый – это плащ развивающийся, и второй – это вот даже два эффекта, то есть уничтожение противника. Кост, скажем, это актуальный размер. То есть если мы увеличим здесь, это всё векторная анимация, это огромный плюс, флэша – это вектор, это просто колоссальный плюс, потому что в векторе вы можете что хочешь сделать и в любой момент поменять, в любой момент принять, и это будет очень бёшево, потому что раска очень дорого менять, трёханимацию сделать дорого, потому что художник должен себе фазы прорисовать, и если где-то что-то не так, то уже очень сложно внутри фазы это всё менять. Во флэше всё просто. К примеру, этот плащ. Он сделан очень просто. Здесь просто прорисована у нас плоскость, ну как плоскость, плоскость плаща. И внутри вот этот клип чёрный – это одна такая большая длинная полоска с такими уголками. И она под маской находится, она движется на поверхности плаща. По сути, мы видим как бы визуально, что это какие-то тени. Но это обман зрения. На самом деле это просто один мовиклип движется над поверхностью другого, прикрыт маской. В результате получается эффект. Пользователь, когда видит вот это, он никогда не подумает, как это сделано. Но он видит развивающийся плащ, в отличие от тех плащей, которые мы просто с Q сделаем и так далее. И этот плащ будет вызывать у него больше эмоций, чем с Q плащ. Следующая фаза – у нас есть противник. Основная часть, скажем, во всех играх у нас есть противник врагов. И мы его, скажем, очень часто в большинстве игр уничтожаем. Ключевой момент во всём – это уничтожение, как это происходит физически. Вот возьмём объект какой-то, мы его взрываем, он разлетается на маленькие кусочки. В трёхметке, ну вот, в больших грызах, там, wake и так далее, видно, что вот взрыв происходит, то есть визуальный эффект плажа, дым и куски разлетаются, брызи кровью и так далее. То есть, это быстрый процесс. Мы не сможем отследить, те ли куски полетели, нога ли полетела, или просто обманка какая-то полетела. Полетела ли кость, рука, или палармопальцы, или что-то другое. В этот момент взрыв, то есть здесь граница, когда мы дошли до момента взрыва, и момент взрыва. Вот эту границу очень сложно художникам, как бы, понимать. То есть, есть ещё вот такой момент, смотрите, вот как удар мяча. Берзиновый мячик, возьмите, вот он бьётся от поверхности пола. По сути, если вот по логике разбирать, как бы, квадры, получается так. Мяч касается земли, он имеет правильную форму окружности. В момент касания он начинает сжиматься, вытягивается по своей параллельной плоскости касания, и сжимается перпендикулярно плоскости касания. Но это действие настолько быстрое, мы его не увидим, мы его никогда не увидим. Мы можем там на камеру снять, эти быстрые процессы снимаются, но человеческий глаз это не воспринимает. Поэтому очень часто в анимации используется такой принцип свойства человека. Человек очень часто дорисовывает сам. То есть, мы, как бы, даём какую-то зацепку, а человек уже сам, догадываясь о своём опыте, он уже дорисовывает эту картину. То есть, фактически, мы здесь показали персонажа, и в определённый момент мы ему рубим. То есть, у нас меняется кадр резко на пыль. Но человек, уже фантазируя, он понимает, что тот должен разлететься. Но мы вот показали, что вот грызги полетели, какой-то дым, всё. Он нормально воспринимает, у него нет вот такого резкого рыбка, и он вполне нормально воспринимает эту картинку. Точно так же, как с мячиком. Если неопытный, скажем там, художник или программист, они начинают, скажем, вот эту фазу касания мяча растягивать. То есть, мяч у нас не просто статический, к примеру, а вот прыгает по поверхности. Он начинает думать, мяч коснулся, потом он сжимается. Но в этот момент идёт движение в пространстве, поэтому начинаются такие проскальзывания в этого. То есть, когда в игре делают такие мячи, мяч этот начинает скользить. Она бросается в глаза. Вот эта точка, она очень быстрая, поэтому её не нужно показывать, не нужно рисовать. Есть касание, в следующий кадр он уже находится, ну, мяч в воздухе находится, нет вот этого сжатия. То есть, сжатие произошло мгновенно. Мы показали, вот, долетает наш мяч, в следующий кадр показали, он сжатый, и в следующий кадр он уже улетает. Мы не показываем само сжатие на земле. Тогда анимация получается плавной. Точно так же и везде. То есть, мы показываем какие-то резкие переходы. Всё остальное человек дорисовывает сам. Ну, вы, по сути, сами понимаете, что такая картинка, конечно, впечатляет в игре. То есть, мы можем добавить дополнительно тени, там, ещё какие-то вещи, там, ветер, там, колхание травы, это уже, ну, объёмность и, как бы, душу создаёт для чертинга. Основная часть эффектов, конечно же, уходит у нас на уровень. Шутеры любят у нас все. Вот, в данном случае, это вот мгла для ААИС-Он Крык, разработка. Вот, что даёт нам Крык? Даёт всё. Особенно после того, как появился такой раздел, ну, как эти, эффекты, когда мы можем накладывать blur, glow и всё остальное, это просто расширило колоссально возможности художников. Раньше, скажем, в предыдущих версиях, шестой, то есть, чтобы сделать картинку, ну, вот такого плана, то есть, нужно было нарисовать отдельно белую картиночку, да, там вот у нас идёт блеск, то есть, та самая яркая часть. Потом рисуется голубая часть этой картинки, чуть-чуть большим размером. Делается PNG-файл этой картинки. Он размывается в другом растровом редакторе, потом импортируется обратно и подкладывается под белую пластину. То есть, тогда мы получаем наш необходимый эффект. Сейчас, с применением плаща, всё достаточно просто. Рисуется по кадру у нас, скажем, сам выстрел. Все вот эти выстрелы, они делаются у нас movie-клипом. Ну, Валерия рассказывала, там есть во плащае такое свойство movie-клип и графический линейк. Так вот, для графических клипов неприменимы фильтры, а для movie-клипов они применимы. И для каждого из этих movie-клипов задаётся определённое свойство. В данном случае это был глав, голубой, с размывкой, с определённой грузкостью. И всё, и по сути мы получаем набор уже последовательно с этими эффектами. Дальше, но дальше. Это уже, конечно, дело как бы техническое. То есть, смотря на какой платформе мы. Потому что рендрить это всё в реальное время тоже тяжело, понятное дело. Поэтому обычно, как здесь применялось, то есть подкладывалась определённой шириной флажка, которая бы покрывала весь рисунок полностью. То есть, во всех его фазах, потому что у нас лучи вылетают, вот самая верхняя точка подкладывалась прозрачностью 0. И выкладывались вот эти картинки, выгонялись как бы с PNA-сиквенс. По сути у нас получалось набор PNA-шек, заданными с применёнными блок эффектами. Дальше мы можем в игре уже использовать эту картинку. Опять, платформа тоже на выбор, ну какая. Но использование вот этих блок эффектов очень помогает придать большей яркости для картинки, которую мы получаем. А можно вопрос? У тебя левый и певый кадры, да? Там больше жёлтой луны. Ты ещё добавлял что-то? Вот здесь, да. Жёлтый, там ещё. Здесь это пятно, жёлтое добавлено, окружность радиально расходящейся. Жёлтый, к жёлтому ад. А потом на тех кадрах ты просто убрал, да? Да, да. А потом идёт motion, упирается, прозрачность. То есть, в момент, да, это идёт как бы прорисовано на дно, а сверху на дно. Вот, кстати, это тоже большой момент. Не бойтесь экспериментировать, накладывайте сверху, 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 и получаются очень яркие, живые какие-нибудь. То есть, вот здесь можно, да, glow, а можно очень часто использовать тесто. Ну, обычная окружность с радиальным градиентом, там, жёлтый 100%, и жёлтый, там, 0%. И просто motion, там, первый кадр, он всегда яркий. Взрыв, посмотрите, самый первый кадр огромный. Ну, если не брать, там, натуральные бензиновые взрывы, где идёт сначала разрушение этого, чёрная оболочка, а потом уже, когда достаточно кислорода, то есть это пламя вырывается. Ну, всё зависит, опять же, от проектирования. То есть, если в игре, не обязательно симулировать всё. Потому что, если играет женщина, которая, кроме, там, Черпаков, никогда не видела, никогда, этого бензинового взрыва, то смысл ей передавать всю физику и тонкости этого взрыва нет, абсолютно. Она знает, что такое взрыв, это взорвалось. Даже по описанию, там, по, это, и взрыв, он должен максимально быть, так, чтобы понятен для всех. То есть, не обязательно, там, бензин симулировать, капли, брызи, бочки, там, и всё остальное. Так, теперь переходим к более сложному. взрыву нашему. Хотя, я постараюсь объяснить так, чтобы всем было понятно, как это сделать, это несложно. В основном, всё это нужно чувствовать. Ну, понятно, что это не всем, но можно всё так. Нет, я объясню почему. Смотрите, подбор цветов, выбор женщины, да, там, да любой, возьмите, там, литература, это всё настолько индивидуально, точно так же, как и здесь. У каждого человека есть, как бы, у одного есть чувство цвета. Он может, вот, оттенки отделять, буквально отличаясь, ну, чуть-чуть там. А другие, ну, вообще, ну, он-то может, но он не понимает, что он может их отделить, в чём их отличие. И тут, и тут серый вроде, хотя отличаются, там, на одну, там, какую-то процентную долю. Вот, по сути, здесь нужно прочувствовать. Взрыв, он недолгий, это вот, как в фильмах обычно пытаются показать, что взрыв, он идёт долго, вау, там, вау, разлетается, при том, часто делают с нескольких камер, чтобы показать, с одного, с другого. Иначе как? На взрыв потратили, там, тысячу долларов, а показали его в меньшие секунды. Ну, сами вспомните, вот вы, на ютубе найдёте картинки, когда в огонь бросают какую-то это, идёт вспышка, и всё, всё закончилось. Всё, эффект слишком быстрый, мы начинаем прокручивать снова. То есть пытаемся просмотреть медленно. Или вот молния. Разряд молнии длится сотой секунды. За это время, первый момент, когда происходит вспышка, сетчатка глаза воспринимает эту самую яркую фазу, потом глаз заслепляется. Всё, что осталось, оно мозгом уже, как бы, это. То есть он помнит только первый картин подальше, как это всё расходится, мы не помним, мы не видим. Точно так же и со взрывами. То есть есть какая-то минимальная форма, минимальная структура взрыва, которая может использоваться в игре. Мы не должны симулировать, моделировать и так далее. Наша задача, есть объект, он уничтожит, то есть мы там его как-то уничтожили, и мы должны его убрать с экрана. Ну, по сути, то есть, хорошо, вот у нас в игре идёт чарактер какой-то, его пристригили или взорвали, скажем так. Как нам его дальше убрать? Мы можем анимировать, как он там падает и так далее, и так далее. А если это взрыв? Если взрыв, он разлетается на куски. Мы тогда должны создать систему, ну, как бы, процедуру, какой-то, партиклов там, можно разбить его там, порезать на кусочки, там, разлететься кусочки. А что мы этим передадим? То есть, мы всё равно эффекта не покажем. Ну вот, возьмите какую-то тряпку, да, без огня. Зарвите, просто куски разлетелись, это не эффект. Ну, не впечатает. Мы должны показать вот этот эффект разлёта. И показать в то же время, что мы вот спрайт убрали. Потому что, сразу вот эта граница, о которой я говорил, у нас идёт персонаж, а он взорвался. Вот это уже с момента взрыва. То есть, он и шёл, а это он уже сразу, следующий кадр взорвался. Мы не показываем куски. Ну, можем нарисовать, в принципе, если там позволяет. Но можем сразу вот такой вот. Глаз прорисует эту всю фазу сам. То есть, мозг, он вкурит, что да, там, наверное, что-то разлетелось, но он уже будет занят вот этой яркой картинкой, и не особо будет там рассматривать, но, ага, полетела там или падла. Дальше по кадрам. Везде FPS разный. И 12, Валерия говорила, и 60, и споры идут. Сколько использовать? 31, или 60, или 45. Очень многие флешеры ставят динамическую смену FPS в игре. Плюс, сама FPS очень часто меняется сама по себе во флеше, потому, что в зависимости от нагрузки на сцене меняется FPS. Особенно, там, цикл одном, оно вообще всё это происходит с безумными непредсказуемыми последствиями. Вот. Но, художник должен как-то это угадать, чтобы оно смотрелось везде одинаково. Взрыв, любой взрыв, он длится недолгое время. То есть, это, если, к примеру, вот здесь брать анимацию, ну, это где-то 20-30 кадров в секунду. В данном случае, анимация через кадр. То есть, по сути так, длится где-то около секунды, но отрисовываем мы всего там меньше фаз. То есть, тут 8, а у нас там, ну, там использовали через 2 кадра, получается около 30 кадров. По сути, мы не различаем, какой там FPS. Никто не угадает, сколько здесь стоит кадров в секунду, 60 и так далее. При 60 там вообще и всё. Поэтому нужно проставлять длинные кадры. Вот. Но, самое главное, вот вы определились, 24 кадра в секунду. Вот хорошо. Возьми фаз, вам вполне достаточно, чтобы нарисовать уже вполне такой посозаемый взрыв и так далее. Теперь посмотрим на саму структуру взрыва. Вот смотрите, есть начальная фаза, у нас идёт вспышка и дымок, который образуется. Обычно, часто очень в своей практике, вот этим дымком закрывается то тело, которое у нас взрывается. То есть, мы накрываем как бы сверху, может там что-то и выступало. Но в процессе анимации оно как бы теряется, вот оно расширяется. И дальше начинается та самая интересная фаза, которая важна во всех спецэффектах. Это завершение анимации, убирание с экрана всех вот этих вещей, которые мы нарисовали. Нужно убрать. Один из способов применяется в альфу. То есть взрыв пошёл расширяется, делается скалинг там от 100% до 150% и в альфу уходит. Но это нагрузка колоссально идёт на процессор, потому что это всё надо растягивать, плюс ещё альфу менять. А если таких взрывов много, баталия какая-то идёт, это вообще ужас. В данном случае вместо альфы мы будем использовать разделение на более мелкие составляющие. На вот такие вот маленькие партии. То есть, как бы со временем это идёт затухание этих объёмов и происходит затухание до очень мелких. Ну мы же не можем до атомов разбивать, в принципе нам и не надо. Ну и до пикселов тоже нам не надо, потому что это уже очень мелко и затягивает процессор. Есть величины, которые его глаз воспринимает, всё. А дальше смысл, ну мы ещё можем точку одну. А зачем? Человек и так понял, что вот была эта фаза, эта фаза, дальше уже всё. Вот результат. Вполне смотрибельная, красивая идёт анимация взрыва. Единственное здесь, почему все посмеялись, это чувство времени. То есть, всё это должно как-то вот ритуитивно подгадаться, чтобы и не растянуть, и не слишком быстро сделать. Тогда у нас получится нормальная, красивая, плавная анимация. Очень часто начинают вот эту фаза разбивать очень долго. То есть, слишком много фаз делает, а оно вот разлетается как-то неестественно. Пользователь успевает рассмотреть все вот эти облачка, которые разлетаются. Что не надо, по сути, потому что мы должны показывать, всё взорвалось, всё, я понял, я говорю дальше. А я не должен сидеть и рассматривать, на какие же составляющие оно там, какие блики мы там используем. В чём, опять же, плюс флеша, то, что он позволяет это делать. Если сосредотачиваясь на деталях, когда приходил, собеседование называли, с филанца, вот, тут у них иллюстратор открыт, и сидят там по эскизам, они вектор в иллюстраторе обводят, тут каждую линию, чтобы на поэски точно попал. Очень часто, ну вот, если брать те игры, которые, Тетрис, МА4, желательно, конечно, ровность какая-то, то в таких вещах, не обязательно, вот вы посмотрите, здесь очень много каких-то таких, вот там, линия, как это сказать, она не всегда ровная, где-то она рваная получилась, там и так далее. Ну, это вообще никакой роли не играет. На визуальную картинку, которая готовилась, вообще никакой роли не играет. Человек это не успевает увидеть, это одна двадцать четвертая секунда, это миллисекундика. Поэтому вот, к примеру, достаточно 8 фаз, иногда достаточно даже 3 фаз, чтобы передать там, уже фланы, используются займы, хорошая часть. Следующий пример, то же самое. Здесь 4 фазы, то, о чем я говорил. Вот у нас происходит взрыв, посмотрите, идет момент, когда разлет всех наших частиц, и постепенно, видите, мы затухаем. Форму вот этого вот, можно стилизовать. То есть, в данном случае, видите, вот такие вот фазы. Их проще рисовать на планшете и так далее. Они визуально такие, вполне нормальные. Можете угловатые, острые рисовать такими вот. Можете, вот как Дисней применяют на своих мультфильмах, очень часто в эффектах, используют стилизацию. Посмотрите внимательно про геркулеса. Вот фильм, как он называется? Обратите внимание, там очень много вещей, когда вот с водой связано. Если вы посмотрите внимательно, там все вот эти брызги, разводы, они сделаны в античной стилистике. Все эти фонтанчики, они в стилистике в античной сделаны. То есть, здесь просто вот, ну это моя стилистика. То есть, мне так проще, удобнее, вполне она нормальная, скажем так, универсальная. Но кому что нужно, тот может так и нарисовать. То есть, мне не беда. Притом, здесь вот через четыре кадра стоит этот анимат. То есть, четыре, но через четыре кадра. Вполне нормально она смотрится, то есть, нету какого-то там зажатости из-за этого. Вот еще один пример, тоже раскатровка этого. Вот идет, к примеру, там какое-то касание, взрыв, там или еще что-то, баллы. И скорки, видите, то же самое везде одинаковый принцип. Есть первый кадр, расширение, и дальше мы его просто убираем все как разного. Молнии, там и все остальное. Все это, опять же, по тому же самому принципу выводится и на экспорт. То есть, воплощать также же используйте, опять же, по кадрово анимацию проще, чем всякие мошен тренинги, там тягать и так далее. Теперь основа, как бы, вообще всего в природе, это вот эта вот линия, ну и по школе знают, по университетам и так далее. Основной принцип и диснеевской анимации, и любой, это все движения должны не быть прямолинейными, вообще стараться избегать прямолинейности. Если вы посмотрите, там, в анимациях, вот, может просто персонаж идти, да, там, старых, которые консольные, там, дынь и так далее. Все возникало из-за чего? Из-за того, что, ну, тяжело эти спрайты, они много занимали, там, места, поэтому старались, как бы, экономить, то есть, отдельно ножки, отдельно, там, головешку маленькую прикручивали, ножки двигали, все, он и шел. А потом, как бы, у нас росли мощности этих устройств, память, процессор, поэтому появилась возможность увеличить размер спрайта, ну, до сих пор все равно, но он таки у нас не вырос, что меня очень сильно огорчает. Но, уже появились, скажем, натуральные диснеевские игры, и они очень часто использовались в этих этапах, как First World Gym и подобные игры, где уже плавность, анимация, именно профессиональный аниматор, анимирование и использование. В принципе, везде одинаково, все движения должны быть по, как бы, законам природы, по нарастающей, по умывающей и так далее. То есть, либо это у нас взрыв, он, опять же, в один момент, он сильно быстро расширяется, но потом, за другой, потенциально изменяется. Либо же у нас идёт синусоидравия. Теперь, к чему это синусоид? Это у нас пламя. Следующая фаза, ну, я повернусь немножко назад, есть у нас вот такое пламя. Это, как бы, маленькая часть вообще костра любого, или факела, который мы можем использовать в мире. Как делается программно пламя? Там есть несколько способов. Один из, делается источник пламени, некая линия. На этом участке линии динамически явится в определённых координатах это большое пятно пламени. И по анимации это пламя поднимается вверх и уменьшается до минимального значения. Потом мы просто убираем этот клип. В результате, если это всё быстро воспроизводить, происходит такое вполне натуральное пламя. Есть ещё способы, которые использовались давно. В старых консолях, когда пиксель рисуется, идёт размывка между пикселями, и потом эти пиксели тоже поднимаются вверх, то есть динамически имеются координаты, и происходит пламяобразный такой эффект. Ну, мы рассмотрим классический способ, как бы вообще, как нарисовать простое пламя, чтобы было красиво. Всё очень просто. Рисуется одно положение пламени, но оно у нас динамически колыхается, вы все знаете, потому что есть витер и так далее. Во плаша это делается удобно. Во плаша очень классная таймлайн линейка. Это просто супер. Ну, правда, просто есть много достаточно программ для анимации. Тунгумы, Табы, Тунс, Санфи. Очень небольшая масса. Но все они выросли потом, после флеша, когда флеш появился, потом они появились. Но всё же они неудобны. Если говорить о геймдэе, флеш очень уникальный. Правда, он простой. У него немного инструментов, и всё это можно очень легко любую вещь сделать у флеша. В данном случае мы рисуем первый кадр. И если у нас цикличная анимация, по сути мы сразу же получаем последний кадр. Вот у нас уже в нашей анимации есть два кадра. Мы нарисовали одну картинку, но у нас есть два кадра. Теперь есть противофаза. Если вспомните синусоиды, у неё есть гармоника вверху, а гармоника вверху. Мы рисуем фактический рисунок. Мы берём и переворачиваем обратно. То есть вот мы получили уже третью фазу, противофазу. У нас уже в минимуме движения получилось три фазы нашей анимации. Но этого недостаточно, чтобы получилась такая реклама. Далее нам нужно прорисовать промежуточные кадры между этими фазами. Дальше идёт процесс, который как бы ловинообразно. То есть мы прорисовать можем промежутки здесь, потом можем прорисовать между ними промежутки. Это добавит плавности к источку плавления. Но всё зависит от того, сколько мы спрайтов каким-то использовать. Нужит нам достаточно будет этих пяти. Вполне с головой, потому что второстепенная роль играется. Вот мы прорисовываем. Вот синим мы как раз прорисовали дополнительные фазы. Сюда перешла, а эти две мы прорисовали нижние. Принцип простой. Всё движется у нас, как я сказал, по синюционе. В данном случае мы выбираем направление входа. То есть это очень важно. Мы прорисовываем вот так вот всё по часовой стрелке. И мы должны всегда соблюдать, что наши объекты, в чём суть этого принципа. То есть нам нужно, смотрите, видите, здесь был вот этот бугорочек, он должен превратиться вот в такую вещь. То есть пламя, вот этот бугор, он идёт по синуслоиде и переходит вот в такую фазу. А здесь вот это вот превращается вот в такой бугорочек. Мы должны это просто правильно прорисовать. Вот наш бугорочек. Вот мы его начинаем вверх двигать. А эту часть начинаем сужать здесь. И переходим, вы видите, получили переходную фазу между этой и этой. Визуально, если вы будете смотреть со свечой, этого не заметите. Это очень быстрый процесс. И точно так же мы продолжаем здесь. Этот бугорок сдвигаем вниз, а этот бугорок мы должны получить вот такую картинку. То есть это выступает, а это заужает. По сути, вот мы подходим вот так картинку, так, так, так. И получили раз, два, три, четыре, пять фаз. Но последняя, она повторяется с первой, если мы её оставим, будет рывок. Поэтому эту мы убираем. Осталось всего четыре фазы. Вот они, четыре фазы заанимированы. Визуально вполне реалистично двигается. Ничего особо сложного. Единственное, это правильно соблюдать здесь вот этот процесс перехода. То есть бугорок должен перейти в ложбинку и так далее. То есть это всё сонусольно. Если возьмёте и будете её двигать, вы увидите, как она сдвигается. Ну, не просто. А это всё не так уж прям космически сложно. Это то, о чём я говорил чуть-чуть раньше. Это вот условная у нас, скажем, шкала активности. То есть в первый момент начальной времени у нас максимум активности идёт. И потом идёт у нас затухание. То есть в какой-то момент времени мы должны прекратить всю эту анимацию. Это всё параметр, который, скажем, показывает нам, сколько мы хотим. То есть если мы под мобильную платформу делаем, понятно, что нам надо размерами спрайта экономить. И вообще количеством кадров экономить пространство. Иначе всё это сильно вылезет. Ну, это всё спрайтовые такие простые инфекторы. А у нас же есть такие более сложные вещи в природе. Дождь, гроза, снег. Очень часто мы с Денисом, когда занимались маленькими мирами, часто стояла задача сделать снег, дым, огонь и так далее. Баннер, по сути своей, это маленькая, маленькая такая картиночка заанимированная, которая привлекает к себе внимание, чтобы вы на неё нажали. Привлекать её разными способами можно. Одна из вещей это всякие эффекты, которые бросаются во лоза и так далее. Ну, мы часто использовали эти вещи. Но из-за того, что размер паннера очень маленький, 20-30 кБ, что уже потом чуть больше позволяет, нужно было как-то ухитряться, придумать тот же самый снег или тот же этот, чтобы оно всё вмещалось в маленьких размерах. Два способа. Динамическое неявиливание. То есть у нас есть верхняя линия. Ну, в принципе, это обычно на практике используют. У нас где-то там спрятан в библиотеке спрайтик этой снежинки или капельки. Мы задаём ей свойства. Ну, пластом этой снежинки. Она у нас летит по каким-то законам. И точно так же начинаем планировать эти снежинки, которые летят по этим методам. Разница во времени у нас получается разная картинка. То есть они все несинкронно летят. То же самое с капельками. Тут есть такой момент. Если мы так будем динамически генерить, то мы опять нагружаем процессор. У нас возрождает нагрузка, потому что для снега нам недостаточно трёх, пяти, даже десяти. Обычно это 20-30 снежинок. А 20-30 снежинок, это всё равно надо перебор делать, определять, ушла снежинка за пределы у нас экрана, нужно ли её вернуть наверх, уничтожить, создать новую. Опять же, если говорить об андроид, айфон, устройствах, то сам такой метод не очень. Нужно все эти снежинки, скажем так, через оборот. Короче, динамически изначально их всех создать, чтобы не выделять потом память. Либо же, это всё можно сделать по кадру. Вообще, три кадра. Дождь. Принцип тот же самый, как и предыдущая часть. Как я рассказывал, то есть у нас есть начало процесса, середина процесса и конец процесса. Предположим, у нас летит капелька сверху, она далеко, она маленькая, ближе она приближается, она увеличивается, в конце она уже достаточно крупная, ну скажем так, след. Мы рисуем траекторию, мы не рисуем каплю, если мы буквально будем капельку, мы не сможем показать то же. Это будут какие-то точки, но они не будут вызывать такого эффекта дождя. В практике мы рисуем всего лишь размывку этой капли в пространстве, то есть ласт не может определить все точки, все фазы падения капли. Это достаточно быстро происходит, поэтому она смазывается у него в такую вот линию, по сути. Ну и плюс сама капля немножко растяется. Поэтому дождь у нас представляет собой вот такие вот линии, следы вот этой капли. Теперь, сейчас вернусь к предыдущей картинке, посмотрите, у нас есть вот эти вот следы. Они разные, то есть какие-то капли дальше, какие-то ближе, там и так далее, не важно. Теперь, в чем задача этих трех кадров? Мы должны показать цикл этого дождя, то есть у нас должна быть зацикленность первой фазы и последней, чтобы мы могли использовать всего три картинки для анимации дождя. Что нам нужно сделать? У нас есть линия. Она должна появиться здесь, перейти сюда и уйти здесь. Все, вот три фазы. Это касается абсолютно всех линий. Поэтому наша задача в первом кадре показать такую фазу. Дальше мы определяем по уловнике вещей. Капля падает вниз, мы ее смещаем сюда, в нижнюю часть. И третья фаза, мы должны вернуться к этой. Значит, капля должна была бы появиться здесь, перед тем, как стать здесь. Вот мы получили три фазы. Первая фаза, вторая фаза и третья фаза. Точно так же мы делаем со всеми остальными каплями. Мы получили три фазы, которые, если мы проиграем в цикле, дают нам дождь. Все, это перекаток. Вот он дождь. Ничего сложного. Дальше в белотехнике мы можем добавить различные, если необходимо, более натуральные, менее натуральные, прозрачность, либо какие-то размывки. Но суть, дело не меняется. Для двухмерной картинки нам достаточно вот этого всего. Даже если у нас обровое пространство двигается, нам не надо двигать эти картинки. Вы не отличаете точь, когда вы идете, от дождя, в котором вы стоите. Он идет под наклоном. Все зависит от ветра, потому что он сносит. Это можно симулировать, но есть ли в этом цели? Если в этом цели нет, а обычно, в 90-90% ее нет. Смысла делать такое смещение, регулировать наклон, это делать не надо. Дешево, три кадра, все получили. Теперь в Киеве вопрос задавался по поводу 2D, а как нам изометрия, и так далее, и так далее. То есть дальше, это уже как бы задача художника, у нас есть поверхность. По сути, точь где-то заканчивается на поверхности. Как эту поверхность обозначить? Обычно это все происходит в виде разбоя вот этой капли об поверхность. По сути, разбрызгивание, когда она коснулась поверхность. Опять же, те же самые три кадра. Первая фаза, разлет, и последняя фаза, когда мы уже переходим, по сути, в ничто, никуда. И та же самопоследовательность. Больше активность, меньше и меньше из-за духа. И теперь мы это все применяем в нашей анимации, которую мы сделали дождя. Предположим, у нас просто плоскость. Тогда мы все вот эти капельки параллельно накладываем в одной плоскости. Но если у нас все трехмерное пространство, то есть мы большее плоскость показано, мы разбрасываем ее здесь, так вот хаотично. И, по сути, у нас, предположим, тут талка какая-то или асфальт. То есть вот у нас, по сути, уже как бы анимация готова всего. То есть дождь, и это дешево, как бы в трехкадровой сердите. И теперь к самым простым фигурам, потому что флэш, я понимаю, не для всех, как говорится, доступен в плане понимания и всего остального. Ну и, скажем, вещи, которые, ну, совсем простые, но в то же время достаточно эффективные. Как было показано на первой картинке, когда у нас два сумоиста дерутся, там, как делался, очень простой вот такой вот эффект. Вот, по сути. Это обычная плашка, векторная. Она чуть-чуть растягивается, меняется альфа, исчезает. Вот выше вы можете посмотреть, вот облачко, да, вот у нас капелька, вот у нас пуля пролетает. По сути, это вот такие вот простые фигуры, которые можно, потому что динамически, как бы, собрать. Очень часто вот в играх, когда рисуют спецэффекты, его можно по-разному. Можно там градиентную такую перетяжку сделать вот такую, да, там, фигуру, потом добавить под нее блуры, там, добавить голубой, розовый, чтобы такое вот было, конек, натуральный и так далее. Можно просто белую использовать. Все, это уже все за бюджетом и так далее. Но, очень часто во многих казуалках вот используют такие просто аккуратненькие такие фигурки. То есть можно вот такую вот угловать, а можно вот такую простую, блик. Поставили там на тексте, они там меняются чуть-чуть, уже оно там дает красивую картинку. Вот такой блик, ну это когда там какая-то большая звезда, как бы, маленькая, но, по сути считается большая там дверь и так далее. Вот эти вещи, которые очень часто применяются, когда мы в анимации хотим усилить какой-то эффект. К примеру, идет удар мячом. Вот как, если мы вернемся сейчас немножко назад, я вам покажу. Вот посмотрите, меч когда бьет, видите, за мячом такой белый след. Вы, если я уберу след, вы как бы не увидите вот эти три кадра, не успеете заметить вот этот пронос мяча. Тем более, очень часто, очень часто, вы не сможете отрегулировать где, в какой момент, на какой поверхности находится мяч. И если, скажем, у нас мяч светлый, а у нас идет там светлая поверхность, песчаная, к примеру, или светло-зеленая травка, мяча практически не видно, три кадра, мы не успеваем, потому что, ну, на картинке очень много объектов, мы не успеваем за всеми следить. В данном случае мы подчеркиваем этот удар и хотим показать пользователю, что вот он, ты нанес победный удар, вот он твой удар. Мы делаем вот эту сплейш-линию, то есть, как бы, ну, если так буквально уж в анимации, здесь одна фаза рука вот здесь находится, и последняя фаза вот уже, как бы, здесь. Потом идет чуть-чуть протяг. То есть, анимация motion-twinning, чуть-чуть небольшой наклон мяча, то есть, у нас это все движения не резко, вот мы в стену ударили, и все. Есть деформации, всегда есть деформации. И у стены, ну, она маленькая, но у полака побольше деформации. Вот, точно так же и здесь используется. Это обман. То есть, мы, как бы, обманули зрителя, он видит удар. Там два кадра всего лишь. Рука здесь, и рука здесь. А дорисовав вот эту сплейш-линию, мы показали, что вот он был пронос. Он, как бы, мяча. Таким образом, мы выделили, сэкономили массу времени и мотивили пользователя. Использование вот этой сплейш-линии, оно, по-моему, усилит картинку и, в принципе, прямоугольник обычный. Затуханием, там, три кадра и все. Но картинка уже становится другой. Точно так же вот. Вот это все. Единственное, здесь только зеленое. По кадрам она рисована. Остальное может видеть. Хотя вот эти вот зеленые можно тоже, там, как там, схемичить, сделать это. Ну, простой фиг. Ну, вот, по сути, как бы, это тот минимум, по спецэффектах, как бы, чтобы вы понимали, чтобы вы знали, что если вы делаете какую-то игру и хотите здесь сделать то, что вы можете сделать точно так. Если вы хотите сделать снег, то его тоже можно просто сделать. Не обязательно что-то там, шаманство какое-то, какие-то храли, там, вы думаете. Все это простые вещи, на самом деле. Просто нужно знать, что они есть и нужно знать, в принципе, как они делаются. То есть, если мы варим уху, мы должны как минимум знать, что для того, чтобы сварить уху, нам нужна вода, нам нужна соль, нам нужен упропы, нужна как минимум рыба. Без рыбы мы не сварим уху, потому что это кашлястый аппарат. Все, это тот набор минимум, который позволяет или вам, как инди-разработчику, или вообще в компанию пришлют. Я программист, я делаю игру. А как мне ее лучше сделать, красивее? Нужны эффекты? А какие эффекты? Как? Что? Чего? Как? Мы должны хотя бы знать минимум какой-то, по которому мы уже можем говорить с художником. Мне нужен вот такой-то эффект. Я знаю, что это делается не так сложно. Будь добр. И если художник говорит, ну я не умею, учите или другого, я, в принципе, не рекламирую всех художников, но просто вы можете найти человека, который это сможет сделать. Это не такой сложный процесс, и это не так дорого. Если есть вопросы, рады бы ответить. Олег, вы можете перемотать на выстрел, где эти чудики? Да. Ты рассказывал о том, что... Вот этот мистер, как раз применяется, по-разному, 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 по-разному. Ну, все зависит от того, куда попадает непосредственно твоя пуля. Как вы, художники, решаете вопрос такой сложной достаточно анимации и гранатуре, если я упираю стену, если мой герой там на второй клеточке? Я думаю, что в этом случае вы сделаете за счет программистов? Хорошо. Ну, в принципе, да, понятный вопрос, потому что коллизии, это один из важных вопросов. Ну, коллизии, с точки зрения программиста, вы тут все понимаете. Это визуальная коллизия. Я понимаю, да. Смотрите, если у нас есть огнемёт, реально, мы стреляем из огнемёта, что у него может быть на пути, то, что реально может остановить пламя? Фактически. Стена. Стена. Только стена. Притом бесконечная. Если мы выставим стену, тогда он остановится. Если мы поставим маленький стену, он может обойти. Правильно? По сути, у нас точно так же и с персонажем идёт. Если мы поставим здесь персонажа, вот здесь вот, то пламя мы можем над ним показать, и оно не остановится перед персонажем, по сути. Оно сжигает его, но оно проходит дальше. Если там ещё, поставим персонажа, то оно точно так же сжигает. Теперь о пулях. Вопрос стоит в том, что нам делать. Пуля шанаш у нас не продывает всё бесконечно на своём пути. То есть нам, по сути, если у нас здесь танк какой-то и так далее, нам нужно как-то это схитрить, чтобы не показать, что пуля пошла насквозь. Значит, здесь используется несколько принципов. Это, скажем, данная идея применима была, что у нас выстрел мононимирован. То есть, по сути, мы как бы... Ну, что такое выстрел? Если вы выстрелите из пистолета, вы не увидите никогда пуля. Если вы её снимите на скоростную камеру, то вы увидите, по её пуле. Момент выстрела, как она полетела, крутится, ударяется об стену, расплющивается там или пробивает деревянную на щек и так далее. Здесь нам визуально просто как бы абстрактно показано. Вот у нас есть выстрел, у нас есть разлёт, плазмы какой-то и так далее. Дальше она у нас летит. Мы абстрагируемся. Предположим, у нас космос. Я начну с космоса, а потом берем более текленно. Если у нас лазер, то о звёздном войне мы помним. У лазера нет препятствий, но он прожигает всё на своём пути. По сути, мы в данном случае персонажа можем пустить на задний фон, можем на передний фон. Но тогда, в случае, когда у нас происходит коллизия с персонажем, мы должны показать, что он порчится. То есть у нас произошёл эффект. Таким образом мы показываем, у нас произошло соприкосновение нашей его пламени. В данном случае то же самое. Но тут лучше персонажа над пламенем оставить, тогда он пройдёт. Ну где он там прошёл? Как в кино снимают? Ха, я уколол мячом подмышку, а актёр уже падает. Но мы же не видим, что мы подмышку укололи. Если мы с другой стороны посмотрим, мы увидим, что укол был в подмышку. Но с другого ракурса нам покажется, что в грудь или ещё куда-то был укол. Точно так же здесь. Мы ставим вверх. У нас персонаж приобретает сразу резкую фазу. Вот он падает. Дальше пуля как там затухает, это уже дело такое. Теперь тот момент, когда у нас пуля останавливается. В данном случае анимация разбивается на два кусочка. Ну разберём на шаг. Первое. Сама пуля у нас летит. Здесь она заанимирована. Ну и мы этот спрайт пускаем по экрану, он так и летит. И есть сама вспышка, которая анимируется прямо в самом персонаже в дуле. То есть если мы заранее, когда проектируем игру, предполагаем, что у нас уроны будут происходить определённым образом, то есть мы стреляем в игре только ронодомётом. У нас всё разлезается на куски. Тогда мы там либо ракету нарисовали, которая летит и разрывает в момент касания, либо у нас мы стреляем за немота и в офис, ну стена, тогда мы под стену спрятали, скажем, пламя наше. Либо у нас, ну как я говорю, в данном случае пуля. Вот она у нас летит, определённый момент мы просчитываем. То есть а есть у нас персонаж, есть у нас где-нибудь персонаж, есть где-нибудь. Когда мы коснулись персонажа, то есть считаем, что мы попали, тогда мы убираем эту пулю. Мы не дожидаемся, как она будет заходить прям в это, в тело и так далее. Вот она где-то коснулась, всё, следующий кадр убираем и ставим сразу кадр уже раненого нашего этого. Делаем кадр там с разбрызгиванием, ну что у меня там, зелёная кровь или красная кровь, а? Зелёная кровь или красная разлетается. У человека уже сразу переключилась с полета пули, внимание, на разлет вот этой выбрызг. Всё, мы как бы отвлекли. По сути мы просто разбили, то есть не всю фазу, а разбили на составляющих. То есть вспышка отдельная, а сама пуля отдельная. Ну, это индивидуально, каждой игре надо смотреть. Если мне достаточно, скажем так, той, где прошёл, там у нас справа и слева шли жуки. У нас никаких препятствий, ничего не предполагалось. Поэтому там коси, вали, они падают, разрываются там, это незаметно. А если действительно у нас там, где мы прыгаем, платформер, тем более такой способ не применим, потому что в платформере мы выстрелили, а потом прыгнули, если мы будем анимациям прогручивать персонажем, у нас весь выстрел полетит вместе с ними, что некрасиво. Поэтому пуля отдельная, вспышка отдельная, сам у нас герой отдельный. Плюс, ну, почему, ну, такой способ, как здесь, вот, в принципе, как бы с момента выстрела, с момента вот этого выстрела, вот эта вот часть и вот эта, они независимы друг от друга. Здесь они просто как бы в одном справе, потому что игра у нас, ну, не предполагала ни прыжков, ничего. Но, по сути, вот этот отделяется от этого. Дальше он живет своей жизнью, а этот дарирует анимация в том кадре, в котором она началась. То есть мы в данный координат выстрелили, и здесь анимация до конца дарирует, а персонаж у нас уже дальше побежал туда. Иначе мы просто будем двигать всю анимацию, это будет ну просто ужас, некрасивая. Я ответил на вопрос? Нет. Еще есть вопросы? То есть, по сути, если мы добавляем еще один вид оружия, допустим, там, ну, грубо говоря, гранатымет, гранаты, как че-то так. И если он идет персонаж отдельно, анимация отдельно, то нам меньше рисовать, ну, гибче оно как бы получается. То есть... Ну, смотрите, вот, это, по сути, один и тот же персонаж, только у него два разных оружия изменилось. Это у него, скажем так, пулемет, а это у него гнигет. Вот, мы поменяли форму оружия, поменяли, как бы, ну, форму выстрела. Если мы применяем ракетницу, что нам мешает сделать вот здесь анимацию, как бы он... ну, выстрел, анимация везде одинаковая. Есть у нас кадр прицеленный, следующий кадр уже с отдачей, то есть мы не рисуем отдачу, не надо рисовать никогда отдачу. В отдаче он уже ушел, и следующие три там кадра он возвращается в исходное положение. Это был выстрел. Если вы просмотрите это визуально, это нормально. Вы показываете вспышку. Но, вот, когда вы сменили вот эту фазу на отдачу, в этот момент у вас уже полетела ракета. Как вы это сделаете? Отдельно, внутри, неважно. Здесь точно так же происходит. Момент выстрела. Персонаж резко сдвигается на один пункт, на какую-то позицию назад. Пошла анимация пламени. А он плавно потом возвращается. Ну, это если, да, линейная как бы... Точно так же и везде, ну, как бы это. Вот он у вас персонаж. А он просто сделал биг. А вы потом сверху уже наложили, что там, вспышку, а отдельно третьим уже бигом полетела сама ракета. Ну, вот он там. Вот она летит. Таран. То есть, стрельнули, где там полетела, ракета летит, завершила цель. Это, то есть, комплекс каких-то эффектов. Вы разбили точно так же как с анимацией. На какие-то составляющие. То есть, вы должны понимать, что... Что такое выстрел? Отдача, вспышка, полетел снаряд, снаряд попал, то есть, уже происходит действие там с персонажем. Ну, просто мы как бы более абстрактно говорили, не во всех же шлях. Есть где-то вспышки, где-то там просто блики, блески там. Ещё есть вопросы? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ... Продолжение следует...